Продолжение следует... День в красный, день календаря. Вот, как-то все очень быстро, ну, не может не радовать. Ну, и мы видим, что стигейминг продолжают убарваться в инвокера. И будут они еще раз пытаться через него сыграть. В то время, как HR избрали совершенно иную стратегию. Никаких суровых 5 на 5 боев, а сильные неприятные линии. Это Бэйн и Бруда. Сразу. Ну, может быть, уверены... Кстати говоря, это не стиг, это стейк гейминг. Все-таки стейк? Ну, стейк, да, ну, как, типа, знаешь, слабые прожарки, стейк такой, рибай, не знаю. В общем, стейк. Стейк. Да, так что это слабые прожарки пока что, видимо. Ну, в прошлой игре это был стейк сильной прожарки, на самом деле. Такой прям хороший, поджаристый стейк. Как раз Hellraiser's огнем преспотни поджарили, видимо его. Но, может быть, они верят в то, что... Или знают, что Сликс, на самом деле, жесткий на инвокере. Просто что-то не пошло. То есть, посмотрим. В принципе, инвокер это действительно юзабельный герой. И уже стейки выбирают себе стратегии. Ну, как минимум, вот этот андайинг, он намекает, что тоже будут стараться они в этот раз как-то драться. А не просто пытаться сплитить. Другой вопрос, что Hellraiser's могут и не дать им драться, да, с прудой. Сейчас заставят гейминг бегать по всей карте за ней. Ну, кстати говоря, почему-то не банят Hellraiser's Dark Seer, а вот, например, те же Virtus.pro ни разу в жизни не позволяли себе взять бруду против Dark Seer. Слишком боятся этого героя. Ну, слишком прост. Слишком прост, да. Ты, кидая даже щиток на паучка бруды, ты заставляешь ее так там нервничать. Пропотеть. Потому что нужно как-то выделить этого паучка среди всей этой бригады, увести. Пока ты даже это будешь делать, у тебя уже может пара паучков умереть. Я вспоминаю времена корейского StarCraft первого, когда зерги играли через мотостэк, а терры накидали на этот мотостэк. Этот Эрдейт был такой спелл. Ну, по сути дела, это как тот же самый щит, который только и самого юнита дамажит, и всех вокруг. Ну, короче, если ничего не сделать, то у тебя все умрет одновременно. Так как у всех юнитов одинаковое количество ХП. Ну, и самые жесткие умудрялись там буквально за секунду в этом стэке найти этого зараженного мотолистка и увезти его. Ну, вот здесь что-то похожее придется вытворять бруде. Ну, пока что Darkseer мы не видим, опять же, в бане. Ну, и еще очень приятно для него то, что он лес ломает, не дает ей спрятаться, вытягивает ее. И в сочетании с каким-то барой это вообще было бы смертельное оружие. Ну, вот бару подбанили. Ну, потому что он начинает разгон, и все, и куда бы бруда ни ушла, ее все равно видно, где она находится. Можно ее оттуда выцепить. Все верно. Ну, думают в стэке что-то над этим Darkseer. Есть и другие варианты. Вчера или позавчера я видел, как с Энкингом коддрили бруду. Вчера это было, да, это были элементы против веги. Притом, казалось бы, бруда против... Ну, берут Darkseer все-таки. Казалось бы, бруда против Сэнкинга должна неплохо стоять, но то ли маг плохо сыграл, то ли Йоку хорошо сыграл. Я ничего не понял, но в итоге Йоку просто вынес вперед ногами мага с той линии на Сэнкинге. Маг вообще ничего не сделал в игре, а Йоку в итоге всех и убил на этом. Ну, Йоку, да, может, когда у него идет. Там что-то маг ничего не делал, то есть он что-то пытался как-то фармить, что-то делать, паучков, вместо того, чтобы кусать просто Сэнкинга все время. В итоге Сэнкинг купил себе мана-ботинок, съел за все время нахождения на линии до пятого уровня две танки против бруда, это какой-то нонсенс. В итоге он купил мана-ботинок и дальше все бруда там вообще закончилось, потому что мана у Сэнкинга стала бесконечная. Он стал постоянно станет и ее, и пауков, и всех на земле, и все. Ну, и вообще, как при любом упоминании вот этих Сэнкингов, там, Тайдов, у меня в глазах этот Аганим, такое ощущение, что Айсфрога вот в какой-то момент там он дорвался, ну, и понял, что Аганим можно усилять не только ульт, и добавил просто в этом патче штук пять, которые ульт вообще не трогают. Или раньше трогали, но теперь они другой спелл усиливают. Ну да, это после Тинкера. Тинкеру добавили Аганим, но так как вроде как ульт хрен улучшишь, он и так хороший, то надо было что-то другое добавить, и, мол, как бы, типа, так как его ульт связан со всеми остальными скиллами, усилили другие скиллы. Но после этого, да, это было, знаешь, что-то, Градик. Айсфрог через нее перешагнул, и пошло-поехало, его поднесло. Все, Тайт кидает Гашсен, Кингстан, что там еще у нас? Винга тоже, ну, ей оставили лучшее не ультимейты, но ей добавили вообще какую-то дикую эту иллюзию, которая там может свапать, станет. Ну, Винга бешеный сейчас герой, кстати говоря. Не знаю, почему пока никто не пробует особо играть через Вингу. Ну, потому что Аганим все-таки рассчитывать на Аганимы так себе история, ведь его же нужно еще купить. Ну, да. Ну, на самом деле, я вот... Ну, она всегда такой была, она же самый сильный Агильщик вроде, ну, самый толстый. Но я, честно говоря, по последним играм, смотря на эту Вингу, я еще раз в этом убедился, потому что ее просто не могут убить на любой позиции она там играет, особенно на Кэри. Там Кэри Винга бежит с Энжиньяшей и барабанами просто быстрее, чем любой другой герой, и просто месяц руки там без артефактов на дэмэдж больнее, чем любой другой герой. Ну, такое ощущение какое-то сложилось. Ну, так оно и получается, в общем-то. Какая-то дикая. Тем временем, HR добавляют себе СФа. Ну, опять они сыграли через Даззла. Даззл, Бэйн, есть СФ. Возможно, Даззл как-то поможет СФу в начале, или Бэйн поможет СФу в начале на линии. Есть Бруда, и остается, ну, один вопрос, кто же у них будет Кэри. Стик вообще по другому пути вошли. У них два толстых саппорта, в отличие от прошлой игры, где у них был Найт Сталкер, и кто-то у них был потоньше. Аппарат у них был, да? Здесь у них два супер толстяка, которых будет тяжеловато продавить. Ну, и против Бруды есть чем бороться, это Дарк Сир. Ну, Дарк Сира уже достаточно, да. Огромак сейчас дикий герой, на самом деле. Сейчас посмотрим, как он отыграется в этой игре. Дело в том, что по статам этот герой вообще один из самых сильных в доте на первом уровне. Сейчас ему дали реген 3,5 в секунду, базовый. Плюс свой реген у него какой-то там есть, и в итоге в районе 4 хп в секунду он вообще регенит. Его еще повысили, что ли? Да, у него было 2,5, дали 3,5. Боже мой, сейчас что? Не знаю. Плюс не забываем, что ботинок подешевел, то есть теперь он может взять себе, естественно, ботинок на первом уровне. Ему фактически не нужны никакие регены, и он может закупиться, ну, взять еще, например, манго, наверное. Ну, и все, в принципе. И какой-нибудь вард или курицу купить, и бегать вот с 5 хп в секунду регеном, просто разбивать лица все на карте. Ну, наверное, сейчас что-то такое и будет пытаться сделать этот Огромак, скорее всего. Поэтому пойдут, я уверен, что стейк в сложную, луна отдает какого Огромак, но Огромак, соответственно, будет роумить по карте. Так, вот она, луна. Опять для стейков герой, который обладает... Ну, вот опять же, для луны тоже вот этот Драгонлендс. С одной стороны радиус маленький, но с другой стороны есть Глоевы, и она вроде как всех цепляет. Но у нее та же самая проблема, что у Марфа, по сути. Не, ей Драгонлендс вообще бомба. Вот ей, в отличие от Марфа, которому Драгонлендс, если и идет, то может быть где-то ближе к концу. Ну, там тоже вопросы, потому что слот занимает. Но у луны, мне кажется, что можно купить что-то типа базовых предметов манту, и сразу Драгонлендс. Он тебе даст как бы и дэмэдж, и скорость, и все на свете. И главное, вот этот ренж. Луне очень нужен ренж. Вот у нее реальная проблема с ренжом. Она не может... Вот у нее знаешь какая проблема, вот у всех этих героев, Луна, Гирыч у него тоже она есть. Они не могут вышки бить нормально на рампе. То есть ей нужно подниматься прямо на рампу, чтобы бить вышку. И это очень неприятно, потому что поднимаясь на рампу, ну ты рискуешь все время. А тут нет. Ну да, это, кстати, действительно интересно. Я помню даже такие моменты были, вот, ну, насколько Мирана хуже, вот в плане кэрри, у нее атака не бьет по всем. Нет вот этого бонуса. Ну, сейчас-то, понятно, ей подняли агилити, но агилити у нее раньше тоже было меньше, чем у Луны. Но она могла конкурировать только из-за того, что у нее радиус атаки нормальный. А у Луны, ну, Луне надо реально бегать, и в лейте это бывает очень сильно решает. Драгон Лэнс бы эту проблему снял. Ну и тем более, в отличие от Марфа, Луне нечего собирать в плане каких-то кастующих артефактов. То есть она же не будет с Этериалами бегать. Она не мобильная, как ни крути, ей бесполезные всякие прыжки туда-сюда. Ей нужно просто бить, и Лэнс здесь зайдет хорошо. Ну что ж, посмотрим на стейков. Сендерен на Дарксире. Так, это у нас Фогет на Зомби, Силкит на Огре. Эра на Луне и Сликс на Инвокере. Такой вот лайнап. Опять он взял свои два Ферри Фаера. Ну почему-то Огромаг решил не покупать ботинок. Я не знаю почему. Мне кажется, Огромаг без ботинка вообще не работает. Вот с ботинком, прикинь, 8 армора просто плюха на тебя идет. 63 дэвиджа и реген 4 в секунду. Что вообще с ним делать? Как его остановить? Да, это очень жестко. Можно купить ему колечко на армор и рингов регенерейшн, которые будут, мне кажется, самыми бесполезными артефактами для этого героя. Ну да, но он накупил себе каких-то веток. Купили стак синтрии еще. Возможно, из-за синтрей не хватило денег, потому что против бруды нужны синтрии. Но я бы на их месте Undyne бы развел на все эти итемы. А на месте Огро купил бы себе башмак. Так, ну и тут у нас Шачло на бруде, Годдем на Дазли, Афоня, Афоня на Исэфио, Андершок на байне, и сверху Бистмастера Тебаха, Кэрри Бист. Новые байны. Это такой, получается, ты знаешь, скорее Хардлейнер Бист на легкой, потому что поняли Ашеры, что к ним пойдут триплой. Это было, в общем-то, очевидно. И поэтому он там как бы будет терпеть. А снизу Дазл и Бруда будут пытаться Дарксира убить, но что-то мне подсказывает, что Дарксир на них вообще болт клал. Сейчас второй получит, и все. Тут бегает, развлекается. Ну да, вот он. Все, два щита. И сейчас их убивать здесь будет. Бум! Вот это он дал сейчас Годдему тычку свою огромную ладошкой. Шлепнул. Да, здесь все читалось по лайнам. Действительно, Дарксир. Я подумал, что они как-то попробуют Бруду куда-то поставить, но решили ничего не изобретать. Извлекают те плюсы, которые есть. Могут поставить к СФ у Бейна, и СФ здесь задоминирует инвокера. Плюс номер один. Могут поставить к Бруде. Дазла, и вроде как два на один. Но что-то мне кажется, это такой себе плюс, потому что Дазл, по-моему, просто здесь... О, Дарксир, по-моему, здесь просто Х2 экспириенсы получает в итоге, и имеет в какой-то момент возможность сделать два килла вместо одного. Да, все верно. Здесь, возможно, даже стоило бы сыграть оригинально, поставить Бруду в мидл против инвокера, и СФ на триплу. На легкую. Притом, была бы достаточно неплохая такая трипла. СФ, Бейн, Дазл. Боевая, почему нет? Кайлы у СФ есть, как бы драться может. Саппорты сильные. Ну, и Бестмастера против Дарксира. Я думаю, было бы поинтереснее. А пока, вообще-то говоря, у Ашеров все не так-то и здорово. Ну, и вот ДС третий. Теперь щитки второго левела. Теперь будет все еще больнее. Жгутся они теперь на 20 урона больше. Почти в два раза больнее. Так, на инвокера тут легкий выход. Бейна, здесь же зомби пришел помочь. Ну, хорошее решение. С другой стороны, с Бестмастером здесь все равно тяжеловато что-то прям вот совсем сделать. Фармить ему, понятное дело, не дают, но Экспо он получает за счет своих зверей. Еще умудряется отводить. Ой, представляется, как сейчас неприятно. Он сейчас умереть может. Очень неприятно подставился, вышел вперед. Ну, и Огр пойдет под Тавр. Да, конечно, пойдет. Ему вообще плевать. Посмотри. Раз, два, три. Взгляни на его реген. Вот, без всего. Четыре и три. Просто четыре и три регена. Ну, он просто, он съел четыре орешка от Тавра, и любой другой герой, там, любой саппорт, он бы очень сильно просел. Здесь же наоборот. Так, СФ на развороте, рядышком Бэйн. Ну, неплохо тут поменялись. Дазл с ДД, конечно, Бэйна. А зомби вынудил отступить, но Инвокер чувствует себя нормально. Боже мой. Все. Крипы пошли. Как же мидеры не любят, когда им такую штуку делают. Да, и сейчас придется их как-то тут водить перед вышкой, чтобы подождать целую пачку еще. Ну, ладно, здесь он еще вернул хотя бы обратно. Бывает, что они возвращают, а это вообще, ну, просто минус пачка крипов. Провал. Бруда, тем временем, имеет хороший крипстат против Дарксира. Здесь все хорошо. Начинает потихоньку плодить пауков, и вроде как пока что... Ну, проблема-то в том, что Дарксир против него стоит. Бруда ведь берется для того, чтобы как-то раскачать врага, заставить его что-то придумывать, но не для того, чтобы просто ровно стоять на лайне. Ну и что? Вот она ровно стоит на линии. Правда, подходит сейчас. Можно захилить неплохо. Так, уже хилил. Уже хилил. Аллоу. Почему-то урона было как-то не очень много. Ну, первый хилл. А, ну, первый хилл, да, первый хилл плюс много армора у Дазла. Точнее, Дарксира его не так сильно пробивает, как мы привыкли. Ну, Синдерян что-то как-то бичует, где его и там, а, вон, летит Соларинг. Но, значит, вовремя. Да, тем временем Бестмастер 2х1 вообще нормально стоит. Он все время светит Огра. Огра там прячется где-то в кустах, несмотря на то, что у Бестмастера есть птица. Он его просто этой птицей контролирует и кабаном отводит, сам при этом получая экспу с линией. Ну, в принципе, конечно, не доминирует на лайне, но более-менее. Более-менее. Так, зомбарь тут залез куда-то. О, тут тоже проход какой-то есть секретный. Да, 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 тут есть такой. Это даже не проход. Эти елки добавили, по-моему, для того, чтобы вард, который ставили все время Кеншин там вот сюда, чтобы он не видел рампу вот эту. Чтобы дайры, когда ставили вард тут, ты понял какой, да, вот этот? Он все время видел рампу и как бы получалось, что ты видишь и здесь, и здесь, и типа как-то слишком круто. А теперь нет. Высокие елки посадили, ничего не видно. Да-да-да. Так, и на Дарксире выход. На Дарксире выход. Гангующий Даззл пытается разобраться. Ну, с Бейном можно будет убить, с Бейном-то можно. Сейчас дадут сон, подойдет куча паучков. А сон-то где? Нет, не будет сна. И так убьют, наверное. Хотя что-то в пауках запуталась бруда. Вот сейчас сон, подходит Даззл. Лечи! Ого. Ну, так перед смертью поформанул немного, но все-таки забирают его. Сравниваю счет. Один на один. Ура. Товарищи. Победа. Да, ну на самом деле, конечно, Бейн и Даззл гангуют Дарксира и убивают его. Как-то не должно так происходить, конечно. Ну, не так вот, чтобы его Даззл где-то в середине леса вообще нашел. Ну да, Дарксир тут как-то странно не разобрался. Тем более, что, кажется, у стейков есть вард вот этот вот, который вроде как и видел и Бейна, поэтому не очень понятно, что там Синдерен ловил. Ну, ты знаешь, если честно, я бы Синдерена много не спрашивал. Синдерен ловил сверху. Гангу это у нас товарища и Баха. Кстати, мог попробовать сделать ТП. Решил не пробовать. Пытается замончить как-то, но его найдут. Его найдут, убьют, а тут Грейвер пришел. У него нет Грейва. Ну, как так? Ну, почему? Как они так? Что происходит? Курьер пришел. Вова, объясни мне, что происходит. Почему они его не убили? Почему Эра так избежал? Я смог бы тебе объяснить, что происходит, наверное, только если бы я был Вовой по ГГ. И то с трудом. В итоге Синдерен начинает гонять. Но, кстати, я слабо верю, что он умрет. Мне кажется, что он убежит. А я вот верю. И тут вернулся Эра, говорит, ладно, братан, я не могу. И Эру сейчас убьют. Смотри, он бежит не туда. На кошки, на своей. Да, мы все. Новые проходы в доте не добавили. Почему нельзя пройти здесь, Гритера? Да! Вот это... Вот это момент. Это просто Symphony of Skills там, да? Не знаю. Вот это, знаешь, еще такой вишенкой на торте было то, что это вообще никак не сыграло. Но это как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Но вот как бы такая нотка, которая особо нигде не нужна, там, типа, вот, там, где-то сверху на шкафу, на полочке какой-то, там, нету пыли. Ты об этом... Ты этого не видишь, но это придает элитарности. То, что у Дазла, у него не было Граева. И даже если бы нужно было его повесить, он бы не смог. И я могу сказать, что это далеко не первый Дазл за последнее время на третьем левеле без Граева. Я думал, что это мисклик. И там где-то даже слышал, что не, ну, это по-любому мисклик, это мисклик. Но что-то мискликов слишком много. Ну, как-то так выходит, да. Притом, я видел не так давно игру, где подобный Дазл просто заруинил все для своей команды, потому что он так и не мог кинуть этот Грейв. И его мидеры там гангли один раз, второй раз. Он прилетал даже, но у него не было Граева, и все время мидер умирал. Да, я тоже что-то подобное помню. Ну, короче, это частая история. Реально частая история. Так, надо переключиться уже, наверное, на Нетворсе. И, в принципе, у стейков все было не так плохо. У них... Ну, вот я хотел сказать о том, что, ну, да, Эра, он как бы стабильно стоит там, фармит, но этого может не хватить. Но теперь об этом даже речи не идет, потому что то, что они там исполнили, они потеряли минуту, если не больше времени, и в итоге закончили это все тем, что просто умерли. Так, Андершок. Ставится тамба. Дайте ему уже стан какой-нибудь. Андершок еще может тут даже выжать. У него 10 стейков. Можно дать сон. Можно дать сон. А можно не давать сон. Можно умереть просто. Ну, непонятно. Опять же история. Ну, ССФ разменял, да. ССФ разменял андайингом. Бейна. Так, Сандерен опять битва с Даззлом. Пытается с ним. Проигрывает битва. Тут, кстати говоря, уже подплывает Бруда, но у Бруда нету... Вообще ничего. Да, вообще ничего нету. Кто-то летит сюда. Это инвокер. А Дарксир почему-то улетел домой, несмотря на то, что инвокер прилетел. Но, с другой стороны, у Даззла есть Грейв и нету просветки. Ну да, но инвокер тоже непонятно, что сюда прилетел. Как бы ему сейчас придется убегать отсюда. Стайдж он тут не будет, против Бруды. Тут и умереть можно. Так, а вот она пошла за ним. Ну, инвес есть. Если не запутается, опа. Так, и сюда летит уже зомби. А у зомби-то есть просветки? Я не знаю, что они сюда все летят. Нет, просветки нету зомби. Сюда бежит просто Дарксир. Вон он бежит, он вернется, будет фармить. Зачем? А у Дарксира есть просветка? У Дарксира нет просветки. Не знаю, зомби сейчас лопнет, смотри. А где хилл-то? А, хилл был уже. Так, Томба, ну и Гандем в итоге умирает по итогам всего этого дела. И все пауки умирают вместе с ним. Но, кстати, пока мы на это все смотрели, каким-то образом сверху умерло два человека. Ну, там, там Рор Бестмастера был, и, в общем-то, можно было объяснить. Да, СФ. СФ будет делать Аганим, как ты думаешь, в этой игре? Ну, в этой можно. В этой я бы замутил. Вообще, Аганим на СФ достаточно странная хрень, потому что он мало дает, не очень много, прямо скажем. То есть Аганим стоит 4200 монет. А Сатаник стоит, сколько? Сатаник стоит 5900. То есть различие в 1700. Я лучше куплю Сатаник и буду лечиться с него, чем буду пытаться полечиться с ультимейтем. Ну да, учитывая, что дополнительный вот этот урон, ну, зачастую это у нас, в принципе, ух ты, бруду стерли. Зачастую, в принципе, берут, ну, кастуют ультимейт, даже не для урона, а для того, чтобы просто задебафать, там, замедлить. Ну да, 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 чисто, это кастует где-то сбоку, лишь бы как-то хоть что-то там. Был еще один койл, ну, вообще не туда, и ульт теперь, аааа. Да, непонятно, что же не заулетил, конечно, убил бы вообще без проблем. Ну, так что, если я фой аганим только если алхимик подарит, это, знаешь, у нас есть целая каста таких героев, которые мы аганим только если алхимик подарит. Да, просто лучше. Герокоптер, например, это самый бесполезный аганим в игре, вообще. Ракетка. Глобальная. Ну, это, блин, просто фигня. Какой нахер на ракетка глобальная? Ну, это из разряда, тех аганимов, которые добавляли тогда, когда в доте все было не так быстро, не такое мбовое все было. В общем, в старой доте это все добавляли, вот эти все аганимы. Это, как, знаешь, аганим на Crystal Maiden, который просто увеличивает дэмэдж. Да, блин, всем пофигу, она никогда в жизни эту тульту не скастит все равно. Так, год дэм. Стирается здесь. Стирается. Попадает. Смотрел, как справа забирали вышку, да, тоже там стерлась вышка. Ну, он тоже тут забирал вышку. Возможно, он даже там приложил какой-то ключевой ласт хит и не дал, подбил ее, так сказать. Не дал ее задонаять. Мне кажется, герокоптеру нужно было сделать аганим, чтобы он во всех людей в радиусе, там, не знаю, 1200 ракету заряжал. Глобальный рокет бараш. Не-не-не, вот эту ракету заряжал, ну, которая встанет. Как флэком, да? То есть... Ну да, типа, во всех, чтобы слетил. Ой-ой-ой. Вот жаский аганим. Это тоже фигня, на самом деле, редкая. Поэтому... Ну, кстати говоря, в общем-то, что у стейков все неплохо. Вот что можно отметить в этой игре. Намного все лучше, по крайней мере, чем в прошлом. Ну, и Луна начинает что-то там фармить, и вообще они не проигрывают, и драться могут. Так что, как-то хоть, хоть что-то показывать начали. В графике тут смотрим. Ну, по сравнению с прошлой игрой небо и земля. Ну, сейчас посмотрим. Должна где-то вот... Вот это тот самый момент, когда наступает такой ключевой в игре поворот, когда команда начинает очень сильно решать ее командные скиллы. То есть, ее вот именно там сыгранность, ее какие-то задумки, пойти, кого-то убить, что-то сделать, а не просто стоять. В прошлой игре к этому моменту уже было большое отставание, и вообще ничего не получилось у стейков, а Шером все сделал один гудем, фактически, на баре. Здесь гудема нету. Значит, он есть, но у него вообще другой герой. Совсем другими функциями. Ну, выход в смоках вот начали с дарпсира. Пока мы видим, что Синдерон каким-то образом магическим находится на линии, где вообще не нужно ему находиться, ни по какой причине, что он тут делает, я не знаю. Учитывая, что его команда ничего при этом не делает, зачем он тут сплитпушит в одиночку там, где его легко могут убить, но вот это уже первая ошибка. Командная такая. Так, Шачло тем временем разведку проводит в лесу, и его тут вроде бы как окружили, но с другой стороны нет. Так, Дазл ломает вард, за ним бежит луна, станчик будет или нет, станчик, грейв не дает. Не ожидал такого дэмиджа, похоже. Там как-то жестко вообще влетает этот бим, я уже тоже заметил, не первый раз. Инвокер поднимает в воздух бруду, дает ей колд снэп, дает ЕМП. Взрывает, нет, не взрывает, просветки все еще нет, но есть она у огра хотя бы на этот раз. В рожпит заходят. Ага, поставили вард вот так вот, чтобы бруду можно было цеплять. Но им тем временем ломают тер 2. Неплохо было бы вернуться. Да, неплохо было бы это отбить, можно и тавр заденать, чтобы сюда не отвлекаться. Тем более, что дают это сделать сейчас стики, надо стейки, надо денать. Синдерен опытный, смотри, денает. Потому что если ты этот тавр не заденаешь, ты будешь все время на него отвлекаться, учитывая, что с другой стороны тебя все время отвлекает бруда. В общем, это будет неудобно. Но все равно, скорее всего, он упадет рано или поздно, может быть даже от крипов, и это просто лишнее золото для врага. Ну да, проще от него избавиться. А в это время, пока там люди денали тавр, здесь Рошана забирают. Ну и заберут ведь, потому что стейки что-то вообще не в зуб ногой. Они не понимают. Вот. Инвокер мог бы кинуть Санстрайк хотя бы, прочекать. На что-то как-то совсем на халяву, просто отдали Рошана. Ну они бы, конечно, уже и бы и не успели. Да, отдали Рошана, действительно, и после этого... Ну вот они, командные действия, по-моему. Вот это смерть Сандерена, потом какая-то невнятная беготня снизу, перетяжка наверх, где пушили после смерти Сандерена. Стянулись наверх, тут же ответка на Рошана. Здесь уже видно, что Ашер, конечно, поинтереснее смотрится. Ну, играют первым номером, знают, что делать. Стейки только пытаются отвечать. Сейчас более-менее что-то у них получается. Вот это тут ветерок просто. А что он там, потому что он убил птичку? Да ты думал. Сандерен забрал Тавр сверху, и на миде тоже, кажется, получается забрать Тавр. Летит биться, да. Поэтому более-менее как-то... А что без стата не приняли? А не знаю. Тут уже ТП-шки. Просто Огр, Стан, Луна, там какой-нибудь Эклипс, или просто под Тамбу. Ну, можно было бы неплохо подраться, в итоге Бист прилетел. Мне кажется, он сам не ожидал, что его здесь так легко отпустят. Так, тем временем заходят у нас два героя. Это Бэйн, у него есть Финцгрипп, его поднимают в воздух. Очень удачная позиция у Бэйна, конечно. Взрывают маны. О, как больно они делают эти пауки вместе с хилом. Ну и все, по-моему, рассыпаются здесь стейки, потому что ИСФ вышел в спину, начал разваливать, убил уже двоих, убивает третьего сейчас. Там Луна, что-то пытается драться, но тоже не особо у него выходит. Ее грызут, просто сгрызут Кабан и два Некра. Кабан, Пауки, два Некра, да, это минус 4. Все развалилось слишком как-то просто. Никто не нанес особо урона. Там Луна с Эклипса тысячи урона ИСФ нанес в одиночку 2 800 и бист еще и полторы. Ну то есть вдвоем они нанесли 4 300 урона. Это больше в 4 раза, чем Луна, и это, ну, гораздо больше, в принципе. А, в 2 раза больше дэмэджа. Очень хорошо зашли там и пауки, часть дэмэджа поглотили. В такой ситуации как раз пауки хорошо действуют, потому что Эклипс вообще неэффективен. Пауки, Некрачи, Кабаны. Мы вчера видели, как Фамиляра не давали а у меня слэш скастовать нормальный. А тут, когда столько сумонов, вообще это тяжело. Но биста все-таки должны забрать, наверное. Ну, тут ИСФ уже в спине пытаются биста спасти. У ИСФ это просто Аегис, он особо ничего не боится, убивает людей. Одного уже убил. Смотри. Начинает все вкидоразминать. А, в принципе, что? Тут Ашерта всей команды и у них куча пауков, опять же, с ними, они просто убивают людей. Уже двоих убили. Сейчас еще Эндершок может подцепить на сон какого-нибудь еще парняка. Вон. Инвокер ловит. Инвокер тоже вряд ли куда-то уйдет. Посмотри, какая армия вообще, ушачила. Просто создал армию. Ну, эта армия сгрызла тамбу, собственно говоря. Эта армия, по-моему, сгрызла сейчас все. Притом, он прям в драке создал половину этих пауков. Он плевал в героев, они умирали, вываривалась еще куча пауков. И они еще грызли там все, и все умирало, появляя здесь еще, еще и еще, да? Да, и в итоге у него такая пачка огромная. Ну и что, СФу Аегис сбили, но бараки даже тяжело будет отбить. Слушай, а есть какой-то лимит этих пауков вообще? Не, по-моему, нет. Ну, я вообще не уверен, но думаю, что нет. То есть, в теории, там же получается, если ты добиваешь паучком паучка, то появляется паучок. И, по идее, если тебе, ну, ты там суперконтролер, то у тебя их, ну, меньше вообще не должно становиться. Потому что у тебя каждый умирающий паучок из него маленький появляется. Ну нет, не обязательно ты же добьешь паука, ведь он должен быть с маленьким количеством хп, чтобы ты его добивал. Поэтому, тебе нужен совсем контроль, ты должен, чтобы они у тебя были покоцаны все по чуть-чуть, и чтобы ты все время мог их добить. И вообще, мне страшно представить человека, который этим занимается. Это какой-то... Я думаю, что даже топ-1 в Старкрафте не сможет так поиграть. Ну да, но как бы просто их такое количество сейчас было, что явно там лимита никакого нет. Вот сейчас их бегает, и кажется, что их там штук 5, но на самом деле их там же 2 пачки. Ну на самом деле сейчас их не так. Так, торсир. Синдеряна, что он тут делает? Вообще, просто забежал, умер. Всех пауков забрал. Всех пауков забрал, убирают, пруду убивают. ИСФ, правда, в спину зашел, вот это не очень приятный момент. Сейчас он насчет тут всех убивать. Кажется, да, неплохой такой ультимейт. Зашел, блин, на 35 тысяч урона. Ну и Сликс побежал. Он стоял, без БКБ кастовал и нечем было сбить. Совсем нечем было сбить. Он просто стоял и кастовал. Вообще странно, учитывая, что у инвокера есть бласт, учитывая, что есть бласт. А он там все же прокастовал до этого в несчастную бруду. Опять 2000 урона. Да, на этот раз инвокер нанес. Ну, СФ стабильно хорош. В этот раз он только ультимейт фактически дал. Все остальное развалилось довольно-таки быстро. Ну и разменяли бруду на четверых. Заходят по миду. Какая же изи катка, ну, на наших глазах. Я вот хотел сказать о том, что замечательная система проведения турнира Mars Dota League квалификации европейской. Ну и такой состав сложился, что еще вот вот этот раунд у нас такой получается. Он... Так, тут стяжка от Сандерена. Ставится тамба. Неплохо бы зафиксировать как-то. Да, ну... Готэм не успевает грейв дать. Просто иллюзия СФ разваливает. Да, тут всех разваливает. Готэм успевает раздать грейв, но, кстати, Афонидж-то точно должен погибать, и там и дальше могут люди умереть. Хотя нет, уже что-то слишком много минусов у стейков. Ну, пока не били СФа в грейве, им всех перегрызла там бруда. Ну, в общем, слишком сильные, в принципе, уже герои. В общем, в этом раунде у нас еще будут команды, такие как стейк, альтернейт, старк, но вот уже со следующего раунда, то есть, который будет завтра, у нас не будет такого, что нету СНГ команд, если сейчас Ашер выиграют. То есть, всегда будет команда СНГ, при том, какая-нибудь там очень неплохая, либо ВП, Вега, в Венерах, там тоже не такие именитые коллективы, но они в Венерах, тем не менее. Они там пробились, обыграв. Я вот жду игру альтернейтов, у них же этот, Суприм, он очень круто на инвокере играл. Суприм, интересно, он в КС играет, что ли, это его ранг в КСе Суприм? Я не знаю, у него никнейм Суприм Суприм. Понятно. Ну, поляки, мне кажется, все КСеры, поэтому... Ну, Ну, в общем, он реально хорош был на инвокере, на старом. Новый инвокер хуже не стал. Только лучше стал. Да, и можно будет, я думаю, сегодня понаблюдать за ним. Это будет жаркая битва. Но здесь у нас уже должна к концу подходить это все безобразие. Опять, кстати, игра такая довольно насыщенная, и даже там был момент, когда какой-то простой был, но она длилась всего лишь 22 минуты. Длится, правда, еще опять Дазл умирает с Бимом. Ой, бедный Сликс, он просто словил и умер. У меня же излагало что-то от этих всех спецэффектов. Да, есть такое. Опять Сефа как разваливают, его же иллюзия вместе с иллюзией бруды, смотри, что-то не убили. Убейте мою иллюзию, говорит Сеф. И ее в итоге паучки вынуждены убивать, потому что никто больше не хочет, не может. Как Архимонда в Варкрафте. Да, ну и в итоге один Синдерен живой остается, убегает из этой всей драки, в очередной раз умирает у нас Эра на Луне и тут возникает вопрос, на самом деле, который у нас не возник в самом начале, но ты уже его поднимал, а нахрена вообще пикать Луну ласт пиком, если у врагов уже есть Бруда, Бестмастер, вот эти все, но ведь не получается нормально играть на Луне, ей нужно очень много предметов, чтобы справляться. Чем-то расчистить. Здесь скорее бы какой-нибудь, я не знаю, Кэри-фиксатор какой-нибудь зашел, я правда не знаю, кто, чтобы под Тамбу подержать, чтобы там зомби наплодились, чтобы как-то под стенку стяжку, вот что за герой в этом мог быть, я правда не знаю, какой-нибудь, который держат на месте. Ну, из Кэри обычно никто на месте не держит, Легион Командер подойдет, держит нормально. Ну, надо вот, ну какой-нибудь, да я не знаю, хотя бы Слардар, вот просто там дал свой какой-то, о, Кунга, кстати, которого там нормально тоже, и кстати, который теперь не руинит линию, что самое приятное. Кунга сейчас достаточно неплох, на нем, правда, он настолько долго был плох, настолько долго он никому был не нужен, что я не знаю, как ему нужно апнуть, чтобы профессиональные игроки снова обратили на него внимание, но вообще-то его уже можно использовать, я более чем в этом уверен, при том, на Кунге даже на Кэри можно купить Аганим, там сейчас просто на самом деле очень хороший корабль стал с Аганимом. Он там что-то кого-то цепляет, везет, он кидается там от, когда пульта, когда пульта заезжает на Рошану, все разговаривают. он как работает, как с Кивер Магнуса и одновременно как РП Магнуса, то есть он всех стягивает, точнее всех, по кому приезжает, он увозит и стягивает в одну кучу. Жестко. Достаточно прикольная штука. Так, заходит на Рошану, здесь Бруда, Сайланс, пережил. Бегут Некра, это, кстати говоря, Некра Бейна второго уровня, а еще Некра Биста третьего уровня, пока не вызываются они. Какая жесть. Так, запрыгивает Бист, у него, нет, у него нет Аганима, но все равно очень больно. Да, он Рошану бешеный, я согласен. Луна что-то там ультит и убегает, когда Луна ультит и убегает, это не очень приятно. Пиу, пиу, пиу. Ну, тут все, тут даже драки не состоялось, я там сейчас посмотрю файт рекап, демедж 534 инвокер, вот это да. Луна вон ультом, сэр, 230 дубажил, а видимо в кого-то один бим. Ей даже не зачли ульт. А, не зачли? Типа, видимо, значит, он ни в кого-нибудь. Не зачет. Да, ну и здесь падает уже сторона, конечно, большие неприятности у стейков получились на этой карте, в этом матче вообще. А после их игры с Вегой казалось, что команда-то могет. Ну, видимо, там Вега подрасслабилась тоже. Ну, а может быть, стейки получше смотрелись сегодня, не их день. Может быть. Ну, мне кажется, им еще нужно поработать над стратегиями. У них, конечно, опытный капитан Синдерин, который в свое время придумал, привнес в доту мерзопакостную страту, которую я ненавидел всем сердцем и всей душой, потому что я тогда тоже играл в доту. Это лондроид и тинкер, помнишь, наверное? Да. Этот период это вот придумал. Это разработка секретная Синдерина, но пока в этом пасе, как видим, он не придумал чего-то подобного. Видимо, набор героев достаточно бесполезный и которые особо никак не комбинируются друг с другом. Ну, как бы у изобретателя так и должно быть. Нужно сначала несколько раз и нерабочие прототипы. Так, они нажали еще один смок или они еще не вышли? Нет, еще не вышли. Тут все в смоке и те в смоке и те в смоке. А, драка за Рошана. Несмотря на то, что они прошлую проиграли в ноль, как-то так получилось, что еще одна и точно такая же. Сейчас, бист врывается с ульта. Не, на этот раз просто Огур умирает. Ну, если просто за три в дар уже всех убивает, ему вообще пофигу. Это реально забавно. Так, бежи, беги, беги, Сликс. Смотри, драки снова не состоялось по факту. Но на этот раз погиб только Огур. У них есть возможность. Вообще, да, смотри, если в первой драке, которая не состоялась, погибло 4 человека, а во второй только Огур, то, по идее, в следующей они уже могут даже убить одного человека. А потом сами заберут 4. Не, мне нравится Fight Recap. Инвокер скастовал Инвок, Инвиз, три раза нажал на Векс и 10 раз на Квас. Всё. Больше один раз нажал Аркан ботинки Огур и Игнайт он нажал тоже. Всё. Как бы весь Fight Recap. Даже тяжело понять, на самом деле. Ну, не, на самом деле понять легко, учитывая вот эти два БКБ. СФ нажал БКБ и бил всех с руки, все бежали и боялись. Всё, о чём говорит этот Fight Recap. Ну и по последней стороне идут. Так вот мы до 27 минуты уже досидели, но, конечно, не совсем понятно, что тут они тянут. Сейчас Эра купит себе этот, Dragonlance, давай, друг. Ну, есть уже Агроклав, да, давай, бери, бери, время пришло. Ну, кстати, Dragonlance хоть что-то тебе даст, во-первых, в такой ситуации нужно хоть что-нибудь вообще поиметь, хоть какие-то статы. Смотри, он будет иметь больше радиуса атаки, значит, когда он начнёт убегать, у него уже будет фора такая неплохая. Да, 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 хороший Гандикав. Ну, вот он, выход в бок, в смоке, он может что-то получиться даже. птица всё спалила, все, СФ нажал БКБ, все мечутся, не понимают вообще, что делать, Огр бегает вперёд-назад, дал баф Луне, Луна рассыпалась, в этот момент запинали всё-таки Бестмастера, они действительно кого-то убили, но ГГ. Ну, в этот раз хотя бы состоялась драка, но, извините, перефарм в 25 тысяч, здесь нужно быть Иисусом, чтобы выиграть подобные ситуации битву, особенно, если у тебя нет никакого АОЕ, никаких АОЕ-станов, и никакого контроля нету героев, которые переворачивают игру в целом. Ну, разве что Дарксир, но под него ещё нужно было что-то добавить, не знаю что. Так, ну что ж, у нас первая игра на сегодня закончилась, 2-0 Хеллрейзерс выиграли, потрясающе. Ну, они действительно нормально смотрелись, может быть, если бы соперник был поинтереснее, игра была бы поинтереснее. У нас сегодня второй матч, это Альтернейт против Старк, вот, тот самый стак, польский Альтернейт, и тот самый стак, Старк, в котором у нас Трикси, Немфи, финский, финский стак, это эти, четыре якоря и капитан, вот эти вот. Они, кстати, между собой играли один раз, 2-1 Альтернейт выиграли, вот, так что обещает быть довольно-таки интересной. Но я вот жду Инвокера от Суприм, это, наверное, самый будет вообще, самый главный вопрос. Я, честно говоря, не знаю, у вас вчера по расписанию игры шли или одни за другой. по расписанию по расписанию. А, то есть у нас суперперерыв в 2 часа? Ну, судя по всему, да. Ну, хорошо, тогда ждите, чекайте стрим, периодически, может быть, у нас как-то подгонят команды, но по расписанию игра начнется в 22.30, у нас суперпунктуальные и супербыстрые команды сыграли свое Бо-3 за полтора часа, вот, ну, и увидимся с вами через 2 часа на матче Альтернейт против Старк. Продолжение следует...